ну да не на кого ты здесь смотришь друзья доброе утро с вами опять катя я вас как всегда приветствую из нашего города из кинчана терми для тех кто первый раз попал на мой канал я хочу представиться я являюсь официальным экскурсоводом рима и ватикана я являюсь журналистом смотрите какие у нас цвета сегодня что же даже не дай не любят на окошке сидеть в жизни будешь он до не мы на окошке сидит два дня ты что сегодня сделал ну ка расскажи всем könnte сегодня сделал доня доня котик ну-ка расскажи всем что ты сегодня сделала круто тебе в приходят в 4 часа ночи. К нему теперь коты поводились ходить, к этому Дане. Он выходит ночью погулять, потом возвращается, мы его запускаем, а потом приходят коты. Даня, мальчик, Даня, стыдно тебе, отворачиваешься? Расскажи, как в 4 часа утра коты стучались к нам в дверь, а? Пришли, тебя звали. Ну-ка, расскажи. В 4 часа. Это нормально, что к тебе в гости приходят? В 4 часа ночи, утра. Даня, ну-ка, посмотри на маму. Не стыдно тебе? Он отвернулся. Ой, противный, задницей. Ага, молодец. Друзья, ну я вчера была без видео, потому что мы ездили в гости, но я хочу сказать, что я получила очень много важной и полезной информации, поэтому этой информации я хотела бы сейчас с вами... Птица, птица подсказывает. Этой информации я с вами хотела бы сейчас поделиться. Если вы давно следите за моим каналом, где-то полгода тому назад я записывала видеоролик и там показывала кафе. Оно находится в Риме, прямо напротив площади Святого Петра. Это кафе принадлежит нашим друзьям, и там же рядом их сувенирный магазин. Они закрыты, ну, уже практически скоро, как год. И, конечно, чего только не пережили эти люди за последний период, несмотря на то, что кафе это было открыто их прадедам, то есть даже во время Второй мировой войны такого не было, чтобы было все закрыто. И вот у них около ста сотрудников. И, к большому сожалению, вот эти люди, я вам рассказывала и в прежних видео, то есть государство за последние месяцы, больше чем полгода, им выплатило пособие только два раза. И вообще, как бы государство настаивало на том, чтобы наши друзья открыли кафе, открыли магазины, потому что они не приняли их, не принимали их бизнес, как туристический, они считают, что это коммерческий. Но это лажа, конечно, потому что, как вы понимаете, вот кафе в таких местах, туда местные жители не ходят, и тем более сувенирный магазин. Неужели житель Рима пойдет в сувенирный магазин для того, чтобы купить там брелок с колизеем и так далее. Все это ерунда. В общем, вот вы поехали к ним вчера в гости, и у нас была очень интересная тема, и вот этой темой я хотела бы с вами сегодня поделиться. Это как нас, нас потихоньку, оказывается, это не в прошлом году произошло, а заранее стали приучать к бедности. Это происходит последние лет пять. И мы сейчас с вами опять, друзья, поговорим о Берголию. Я отмечала, отмечала не только я, но и очень многие мои коллеги, экскурсоводы Рима и Ватикана, что, наверное, такая тенденция была последних пяти лет, что Ватикан потихоньку превратил, именно территория в периметре Ватикана, не внутри, я не имею ввиду базилику Святого Петра или площадь Святого Петра или музей Ватикана, ни в коем случае, а я имею ввиду именно периметр. Вот вдоль стены и напротив улица Согласия, Виа Кончеляционе, это джунгли были, своеобразные джунгли, или даже некоторые называли Калькуттой. По какой причине? То есть невероятное количество бомжей. Невероятное количество. Я поставлю сейчас вот эти фотографии, друзья, это небольшой процент тех фотографий, которые находятся в интернете. Это чистая правда. Причем то, что поражало, вот наш пресс-центр, пресс-центр при Ватикане, вы увидите там одну фотографию базилика Святого Петра, вот такая, как галерея. Галерея – это пресс-центр, то есть чтобы войти в этот пресс-центр, там вообще можно было холеру подцепить. Они там и мочились, и там все остальное было. И вы знаете, как получалось, что хозяева очень многих магазинов или кафе, которые находятся на этой улице, они были вынуждены приезжать за час, за полтора до открытия кафе, то есть если кафе открывалось в 8, они приезжали в половине седьмого, в 7, брать швабру, брать порошок и просто-напросто оттирать улицу напротив кафе. Но подходила полиция, которая говорила, вы не имеете права этого делать, потому что люди могут подскользнуться, сломать ногу, это мыло, этим имеют право заниматься только дворники. А дворников в последние годы там вообще никаких не было. То есть мусор, это страшно было вспомнить. Вы понимаете, друзья, вот сейчас складывается мозаика, что любой хаос, его надо было, конечно, организовать и возглавить. Ну плюс еще дезертиры, огромное количество дезертиров, от которых, кстати, по физиономии регулярно получала и сама полиция, которые там продавали всякую дурь и левые сувениры. Причем бывают, туристы там спрашивают, Кать, покажите, пожалуйста, где можно купить недорогие хорошие сувениры. Пожалуйста, пойдемте, я вам сейчас покажу. Подходишь к официальному магазину, где люди платят налоги, значит, дезертиры встают перед тобой и не пропускают людей в магазин, что вот надо купить у них. И полиция от этого от всего отворачивалась. Ну и плюс еще нелегальные экскурсии, которые продавались на улице, но там, в общем-то, лапу грела администрация музеев. Это сейчас я уже все называю своим языком. Так вот, друзья, какая интересная вещь. На днях, по-моему, это было 24 января 2021 года. Бергольо. У нас нет папы, у нас есть Бергольо. У него был Анджелус. Анджелус. И во время Анджелуса он стал согрушаться, что там, прямо возле базилики Святого Петра, замерз нигерийский бомж. И по этому поводу у нас сейчас пошел очень большой кипиш. Вы меня извините, пожалуйста, то, что в периметре Ватикана один из владельцев одного из магазина, который сейчас в ужасном состоянии находится, потому что там и кредиты были и так далее, он просто напичкался таблетками седативными и не проснулся, как вы понимаете. Это значит, никого не интересует. Это вообще не тот вопрос. А вот то, что, обратите внимание, именно нигерийский, а вы знаете, откуда у нас идет трафик, прекрасно, вот. И таким образом Бергольо призвал к чему? Чтобы абсолютно им всем была предоставлена недвижимость. То есть не какое-то временное жилье, то есть на уровне, допустим, каких-то временных гостиниц, которые под них реквизируются, нет. А именно, чтобы каждый из них имел возможность иметь постоянное жилье. Кстати, я вам хочу сказать удивительная вещь, что когда вот в периметре Ватикана у нас начиналась вся вот эта деградация, режимные СМИ, я не имею в виду СМИ Ватикана, а я имею в виду СМИ итальянские, они очень сильно это дело крышевали. И там произошел даже такой прецедент года три тому назад. Я думаю, что в принципе это все как бы был чей-то сценарий, что якобы жандармы Ватикана, они вот этих самых бомжей оттуда выгоняли. Но тут вышел Бергольо, который сказал, где, где мои бомжи, то есть наказал этих самых жандармов. И после вот такой вот ужасной бесчеловечной акции, значит, им стали помогать еще больше. Каким образом? Друзья, вот в районе улицы Согласия, это улица, которая была построена Муссолини, и она соединяет Италию с Ватиканом, там огромное количество представительств. И эти представительства это Ватиканские, там и дипломатический корпус, там, кстати, имеется и посольство Российской Федерации при Святом Престоле, и посольство Армении, и посольство Хорватии, посольство Бразилии и так далее. Но там же имеются, например, папские советы по делам культуры, по делам экономики и так далее. И некоторые, как они говорят, монастыри, но на самом деле они всегда номера там сдавали для туристов под гостиницу и никогда не платили налоги. Друзья, ставьте на карандаш, что Ватикан не платит налоги. И не платили в том числе и вот такие вот заведения, якобы гостиница. Что делает Берголию несколько лет тому назад? Он говорит, у нас исторический дворец, и вот этот вот самый дворец мы отдаем бомжам. То есть какая прекрасная вещь, да? Вот мы им отдаем исторический дворец. Там даже были монахини, которые должны были прибирать, которые должны были готовить и так далее. Но дело в том, что все эти бомжи, как выяснилось, мы вчера говорили на эту тему, очень быстро оттуда разбежались. По какой причине? Потому что те условия жизни, которые им предлагались, они не соответствовали никогда их формату. То есть выпить не давали, в принципе, правильно, правильно, дурь всякую принимать не давали, к монахиням приставать нельзя и так далее. То есть ведите себя как достойные люди. Но они же знали заранее, когда их туда приглашали, что как достойные люди эти персонажи вести себя не будут. И в принципе, зачастую быть бомжом – это образ жизни. Поэтому очень небольшой процент для видимости там остался. А все остальные номера, они очень быстренько отчислились. Но зато самое главное, друзья, де юре де фато, таким образом они смогли эту структуру оформить как что? Как благотворительную. Так вот, то, что сейчас происходит в Риме, друзья, потому что разоряются гостиницы, и гостиницы не какие-нибудь там 2-3 звезды, гостиницы и 4 звезды, и более высокой категории разоряются. У многих долги, потому что очень часто берут деньги в банки для того, чтобы, допустим, сделать ремонт, чтобы усовершенствовать структуру. А многие, оказывается, структуры, у которых не очень хорошие отношения были с режимом или, например, с банками, их ставили в такие условия, что ты должен сделать ремонт, потому что то, что ты имеешь, это не соответствует европейским стандартам. А это может быть, например, дверца душевой, она не так открывается, открывается вот так. Это уже может не соответствовать европейским стандартам. Значит, их поставили в такие условия, например, поменять все дверцы душевых. Они взяли кредит, сейчас никакой работы нет, цак, очень многие стали продавать. Или многие даже стали забирать. Но в основном, конечно, продавать по дешевке. Вот, и таким образом все эти структуры, они оказались, оказываются в руках у банков. Значит, они сейчас, вот эти структуры, очень многие, они будут пытаться оформлять как благотворительные. То есть для чего? Для того, чтобы якобы не платить налоги. А на самом деле, на самом деле, это будет очень большой бизнес. Огромный бизнес. Либо, допустим, если люди будут терять свои дома, если они будут сейчас поднимать налоги, или у кого-то, допустим, ипотека невыплаченная, они будут забирать, допустим, какую-то квартиру, да? А вот в такие структуры вселять людей, и там, допустим, за какую-то определенную плату. Но официально эта структура, она будет выглядеть как благотворительная. Они, оказывается, готовились к этому заранее. По поводу туризма мы говорили, когда откроется туризм. Ну вот, моя подруга, она сказала, что они попробуют открыться на Пасху. Но на Пасху будут только итальянские паломники. Но итальянские паломники терпеть не могут Бергули. Поэтому мы не думаем, что очень много туда приедет. Потом вряд ли они будут покупать брелок с Колизеем и так далее. Это раз. Она сказала, что может быть в июне. Но для кого может открыться туризм в июне? Для европейцев, для массы европейцев. Европейцы, они, как правило, путешествуют для того, чтобы экономить. То есть они приезжают, воду пьют из-под крана на улице, приезжают со своим провиантом, в кафе они не ходят, сувениры они не покупают. В общем-то, скажем так, европейский туризм, он на 90% очень прижимистый. Те, на которых всегда зарабатывали большие деньги, это были россияне, украинцы, белорусы, казахи, американцы, канадцы и, допустим, корейцы. Потому что китайцы, когда приезжают, они пользуются исключительно своими ресторанами, своими отелями, они никогда не потратят ни юани, допустим, на что-то итальянское. Они, приезжая в Италию, все равно идут, сует китайские рестораны и так далее. Поэтому это невыгодный туризм. Поэтому если европейский, это все равно будет невыгодно. Ждать, когда приедут туристы из вышеуказанных стран, никто не знает. Поэтому, в общем-то, скажем так, что сейчас такая мысль у нас идет, что может быть, может быть, все-таки потихоньку все это будет у нас останавливаться, я имею в виду именно туризм, со следующего года. Но мы будем, конечно, очень надеяться, очень хотеть. Поэтому, друзья, вот такие вот у нас времена. То есть вот эта улица, сейчас вы еще раз посмотрите фотографии, оказывается, весь этот бомжатник, он действительно был организован. Причем колоннада на площади Святого Петра, 17-го, работа Жан-Лоренцо Бернини, эпохи Папы Александра VII Киджи. То есть там Бергольо, он устроил для них сральники, извините, мне за мой французский вопрос по-другому не могу сказать, он приглашал бродобреев, парикмахеров, цирюльников, даже из хороших римских салонов, чтобы они там бесплатно их стригли, брили и так далее. Естественно, вот, хрен ему показали, сказали, сам этим занимайся. Поэтому у него уже там, на этой площади, скажем, в этом периметре, последние пять лет это вот был такой культ бедности, культ тотальной бедности. Хотя много к нему раз обращались, говорили, Бергольо, ты понимаешь, что если страна бедная, нечем гордиться, значит, очень плохо функционирует экономика. То есть она вообще никаким образом. Бедность – это не порог, но несостоятельность той или экономики той либо иной страны. Вот. А сейчас это все, оказывается, вводится в культ, что это нормально. Но таким образом, видите, они под так называемые благотворительные организации для бездомных, они на самом деле сейчас банки, они скупают не очень хорошей инфраструктуре. Я говорю только о Риме, друзья. Я не говорю о других. Ну и потом, естественно, то, что я вижу, им нужна такая подмена и подмена населения, уничтожение среднего класса, потому что средний класс, все-таки, на мой взгляд, это такая прослойка, которая мыслящая, которая имеет и образование, и свободное время для того, чтобы мыслить. А если людей вогнать вот в такое состояние бедности, людям будет уже не до философии, и они будут думать исключительно только о том, как выжить. Им не нужны стойкие, стабильные правительства. Им надо, чтобы, если что, в любой момент можно было заменить, и люди не видели большой разницы. Образование узкопрофильное, очень слабое, и самое главное, чтобы у людей не было абсолютно никаких привязанностей. Вот так я вижу, как они планируют. Это феодализм, друзья, на самом деле это феодализм. Это не демократия. Они же постоянно на телевидении на итальянском повторяют это слово демократия, демократия, демократия. Это не демократия. Мы находимся сейчас в системе, я бы сказала, даже ранне-средневекового феодализма. Когда вот эти феодалы, они считают, они узурпировали полностью свою власть, вот, и, в общем-то, мнение любого человека, его желания, даже, видите, структур в прошлом достаточно обеспеченных, они не имеют никакого веса, не имеют никакого значения. Это небольшая группка бандитов. Вот такие вот у нас, друзья, времена. Сегодня написали люди Чита де лапеви. Дракон, Дракула постоянно находится. Утром выезжает, вечером возвращается на кладбище на свое. Да, друзья, поэтому пойдем сейчас прогуляемся. Пойдем прогуляемся. Вот сейчас только-только солнце падало на Кинчану. Так интересно был освещен город, что у нас сегодня то тучки, то солнце. Но зайцев пока мы не видим с тобой здесь. В общем, мне кажется, так потихоньку народ этот мост освоил. Надоело ждать, когда нам его отремонтируют. Поэтому люди ходят, люди гуляют здесь. Вот, друзья, поэтому все сейчас встает на свои места. А мы-то все не могли понять. Чего Берголью? Вот эти бомжи нравятся. Пять лет как он их к себе таскает. Слушай, в апостольские апартаменты он их таскал. Там у нас фонтаны рядом. Сейчас фотографию эту поставлю. Вот прямо вдоль улицы Согласия. Идешься с туристами, идешь так, тащишь группу за собой, да, человек 50. А там возле фонтана кто-нибудь голый стоит и моется. И полиция не трогает. Полиция не трогает. У меня вон был сопровождающий. Вот он был нудистом. Приезжал. Группа привозила нудиста. Он пару раз попробовал сфотографироваться вот так. Один раз возле Колизея, другой раз на площади Святого Петра. Как раз когда была аудиенция папская. Полиция задержала. И мне пришлось в полицию идти. Потому что группа сидела уже в автобусе. Выезжать должны были. А мы с ним просидели два часа в участке. Его там знаешь как склоняли. Мама не горюй. Записали. Я говорю, он нудист просто. Вот такой вот. Ему протокол сделали. А так, если это бомж, то ходи голый. Пожалуйста, мойся в фонтане. Люди потом оттуда пьют. А бомжи это запросто. Поэтому это вот у нас к фонтанам, к этим приучает оказывается. Пять лет как. Поэтому все сейчас на места потихоньку. Ну, народ не ведется на самом деле. На то, что он говорит, народ не ведется. То есть такого большого раскола у нас никогда, друзья, раньше не было. Так что очень интересно. Мы вчера время провели. Поговорили про наше замечательное будущее. Что нас ждет в ближайшее время. Да, бомжевать хотят, чтобы мы бомжевали. Но, с другой стороны, если мы вот так вот деградируем до такой степени, кто на них работает-то будет? Они не соображают в этом отношении. Не соображают. Они социопаты. Поэтому они не думают. Им лишь бы вот быть феодалами. Чувствовать себя феодалами. Вот так вот. Да, и чтобы контролировать все через кредитные карточки, кофе выпил. Где выпил? Туда нельзя. Сюда нельзя. Дом сиди. О баре не думай. Вот так вот. Друзья, большое спасибо, что смотрите. Я вас очень люблю. Я думаю, что на этой неделе будет много разных событий. Может быть, периодически буду и почаще выходить в эфир. Не один раз. Озеро. Да, 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 да. Беру озеро. Ага, спасибо. Спасибо за подсказку. Монтепульчану или Кьюзи? Кьюзи. Кьюзи, да. Они нам хотят сделать Кьюзи. Красные зоны. Слышала об этом? Да, да. Там аж два случая. Бразильские какие-то. Ой. Заразы. Да? Потому что они сказали, говорили, что там все люди собираются. Это вокзал. А как на вокзале не собираться? Ты меня прости. На вокзале только бомжи, что ли, собираться должны? Вокзал для чего создается? Для того, чтобы люди куда-то ехали. Поезд должен быть полный. Потому что неправильное место, потому что там собираются люди. Причина, следственная связь полностью нарушена. Хотят сделать Кьюзи красной зоной. По-моему, не первый раз уже там какие-то... Перуджи, они про Перуджи говорят сейчас то же самое, что там. Ну, в общем, полный идиотизм. Просто полный идиотизм. И ужасно, конечно, вот меня раздражает очень сильно Рая телеканалы. Вот то, что они вот так продают свой собственный народ. Агалтела. Слушай, я никогда действительно не видела такого культа личности, культа Дракулы. Ой, я слышала его с Христом его сравнивали. Да-да, с Христом сравнивали. Я слышала, что канонизировали. С Христом. Это ведущие, да? Это Делука, по-моему, что-то такое сказали. Из Неаполя. Сумасшедший. Вот он феодал. Он там в Неаполе. Ты слышишь, как он с людьми разговаривает, Делука? Как со скотом. Как со скотом разговаривает. Он феодал. Ему нравится быть феодалом. Очень многим из них нравится быть феодалом. Он камурист. Делука, он камурист. Поэтому он будет, видимо, в слиянии организовывать камуры с этими. Пусть на кладбище к нему идет, поживет Делука. Какие проблемы-то? Проблем нету. Вот. Жалко, конечно, что так народ продает. Раньше все-таки, смотри, когда были другие правительства у нас, как-то кто-то был за, кто-то был против. То есть какие-то диспуты устраивались. А теперь у нас вот этот дракон, Дракула, граф Дракула. Он у нас неприкасаемый, неприкасаемый персонаж. Абсолютно неприкасаемый. Ну вот мы с Олегом Насобиным поговорили. Он мне сказал, что есть... Говорит, я в мистику, говорит, кать не лезу. Но есть персонажи, которые очень любят энергию поглощать, энергию несчастья, энергия горя. А кладбище – это все-таки, где люди плачут, где человеческое горе сконцентрировано. А многие, они поглощают прямо энергию от этого. А у него прямо одна сторона замка выходит как раз на тот холм, где кладбище. Ужасное место на самом деле. И главное – въезд у него. Въезд в ворота, а с правой стороны въезд на кладбище. Поэтому да, вот такие у нас времена. Друзья, спасибо большое, что смотрите. Я вас очень люблю. И увидимся завтра.